Академия массажа Микулина Андрея Леонидовича Сегодня мы с вами пройдем такой прием массажный, который называется поглаживание. Взяли ручки, открыли тетрадочки и начинаем писать. Поглаживание – это манипуляция, при которой массирующая рука скользит по коже, не сдвигая ее в складки, с различной степенью надавливания. Молодцы, написали. Пишем дальше. Физиологическое влияние. При поглаживании кожа очищается от роговых чешуек, остатков секрета потовых и сальных желез, улучшается кожное дыхание, активируется секреторная функция кожи. Трофика кожи значительно изменяется. Усиливаются обменные процессы, повышается кожно-мышечный тонус. Кожа становится гладкой, эластичной, упругой. Усиливается микроциркуляция за счет раскрытия резервных капилляров, гиперемия. Поглаживание оказывает значительные действия на сосуды, тонизируя и тренируя их. При поглаживании облегчается отток крови и лимфы, что способствует уменьшению отека. Данный прием способствует также и быстрому удалению продуктов, обмену и распаду. Это самое главное. В зависимости от методики применения приема и его дозировки, поглаживание может оказывать успокаивающее или возбуждающее действие на нервную систему. Например, поверхностное плоскостное поглаживание успокаивает, глубокое и перерывистое возбуждает. Сейчас мы с моим студентом вам продемонстрировали фрагмент обыкновенного академического классического обучения массажа. Для того, чтобы мне занять группу студентов и при этом особо не заниматься обучением, я могу в течение получаса просто надиктовывать фрагмент какой-то книги, создавая некую иллюзию в важности этого момента. Человек-студент, он просто будет занят чем? Он будет просто занят тем, что он будет писать, сидеть, писать, сидеть, писать. На самом деле, именно в обучении просто сжирается время преподавания. За это время, что студент пишет какой-то некий конспект, мы это время с тем же успехом можем потратить на обыкновенную практику. Если я возьму любого из своих студентов, задам им обыкновенный, самый элементарный вопрос. Что у вас осталось в голове после того, что я вам это надиктовал? Студент скажет примерно, что, вот мы сейчас описали прагмент поглаживания, он скажет, поглаживание это, и у него будет пауза. Пока человек сам не прочувствует, пока человек сам не поймет, что такое поглаживание, как этот прием применяется и для чего он нужен, текст, который мы записываем, он будет совершенно бесполезен. Что же делать? Давайте попробуем смоделировать идеальную систему. Конечно, самой идеальной системы нету. К примеру, я могу предложить студентам самостоятельно дома разобрать приемы поглаживания. Человек, опять же, используя какой-то некий материал, будет создавать некий свой определенный ментальный образ. И опять же, эта схема будет не идеальной. Почему? Потому что на самом деле понять, что такое поглаживание, можно только, когда студент выполняет именно это поглаживание. Когда он выполняет это на модели, когда он выполняет это правильно, когда он выполняет это сам, своими собственными руками. То есть, любое записывание материала, любая фиксация материала, в данном случае эффективно в виде каких-то определенных блочных моделей, но не в виде какого-то некого текста. Я считаю, я, конечно, могу ошибаться, что прагмент, опять же, мы показываем прагмент обыкновенного академии образования общепринятого, который используется на остальных курсах массажных, на массажных школах. Фрагмент – это просто, я бы сказал, элементарного разбазаривания времени. Разбазаривания времени. И, соответственно, это время, оно могло бы быть использовано для каких-то других, более важных каких-то задач. Например, для практики. В моей академии массажа мы под этой системой академии образования мы полностью отказались. Мы ее заменили эффективными прагментами, эффективными вещами. Мы отказались от переписывания книг. Мы используем практику и наработанный опыт, фрагменты этого опыта именно самого студента, когда сам студент на кушетке, на модели, выстраивает свою, только свою понятийную систему описание того, что он делает. Студент не только обучается правильной технике массажа. Мы вам покажем с Александром, что такое правильная техника, что такое неправильная техника. Мы вам покажем буквально через несколько минут, что такое постановка рук массажиста, как руки должны стоять, что входит в это понятие, поставить правильные руки. Попытаемся это сделать доступно и обыкновенным простым языком, о котором сейчас я с вами разговариваю. И посмотрим, что же эффективнее в обучении. Я для себя пытаюсь ответить на следующий вопрос. Как сделать обучение максимально эффективным, когда один студент, второй, третий, четвертый, когда они отличаются друг от друга? Отличаются они чем? Отличаются тем, что у каждого в голове есть определенное свое представление, определенное свое описание. У каждого студента работает определенным образом тело. У кого-то оно настроено на автомат, кто-то понимает какое-то массажное движение, кто-то совершенно не понимает. И в нашей академии работает принцип, который используется, вернее, который описан в одном мультике, который мультик про рататуре. То есть человек с любым образованием, с любой подготовкой, с нуля, или профессионал, может, путем работы над собой, совершения неких определенных действий, понять самую сложную систему, которая называется массаж, или искусство массажа. This is the story of El Luta. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate. And today, his honor has been restored. И на Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok